Исправительная колония-поселение – место, где отбывают наказания за нетяжкие преступления. Живут осужденные в общежитии, свободно передвигаются по территории колонии, ведут общественные работы. Вот такой свободой действий и воспользовался преступник. В колонии-поселении мужчина отбывал срок за то, что, будучи нетрезвым, находясь за рулем автомобиля, по неосторожности лишил человека жизни. Тогда его приговорили к двум годам заключения. А уже этим летом он вновь оказался на скамье подсудимых. Еще находясь в колонии, преступник приобрел для личного употребления почти 200 граммов наркотических средств. Причем сделал это мужчина за месяц до своего освобождения. Ему предъявили обвинение по статье 228. Санкции по данной статье предусматриваются наказанием в виде лишения свободы от 3 до 10 лет лишения свободы. С учетом того, что им отбывалось наказание за преступление в совершенном коне осторожности, соответственно, в его действиях не содержатся рецидивы преступлений. И с учетом того, что на сегодняшний день им было уже отбыто полностью наказание по первому приговору суда, и судом было принято решение, то есть назначение наказания именно только по сегодняшнему инкриминированному деянию. Назначим наказание в виде лишения свободы срока на 3 года без штрафа, без ограничения свободы с отбыванием, без правительства того и строго решения. На что рассчитывал мужчина, непонятно. Подобные нарушения на территории колонии поселения безнаказанными никогда не остаются. Кстати, несмотря на то, что приговор уже вынесли, спецпрокуратура города продолжит свое расследование. В настоящее время продолжаются оперативные мероприятия, а также следственные действия, направленные на установление обстоятельств приобретения данным осужденным наркотических средств на территории исправления учреждений. И думаю, что в ближайшее время именно и другие лица, причастные к данному преступлению, где они будут установлены и привлечены к установленным законам ответственности. Свой срок осужденный начал отбывать уже сегодня. Вот только вместо комфортных условий колонии поселения, теперь его ждут 3 года в колонии строгого режима. Вадим Струминский, Рафаэль Ракипов, Новости НТР.